Книга «Открытым оком», 8 том, вопрос 2063, тема покаяния. На какие категории можно разделить решительно порывавших с прежним образом мысли и бытия и ушедших в монастырь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. От огорчения и разочарования мирской жизни этих не будем и брать во внимание. Как и тех, кого насильно кто-то постриг или от нужды, чтобы не пропасть с голоду. Разговор об искренних. Здесь вы задаете два вопроса. Порывали, потому что узнавали временность и приходящее значение вещей видимых. Хотели избегнуть наказания за гробом и быть в раю. Это похвально и спасительно для начальных. Но дальше сразу же пред ними открывалось два пути. Идти за Христом по слову Его, неизменному вовеки. Или тут же рухнуть в яму самости и вымыслов человеческих. Если бы над входом в каждый, даже самый махонький монастырь, вводными словами были слова псалмопевца Давида, Псалом 118-113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И если бы как-то по-честному, без самости монашеской, решил эти слова исполнить, то он должен бы сначала научить человека закону Божию, изучить Новый Завет и там особо подчеркнуть, что зарывший талант будет связан и без милосердия выброшен из любого монастыря прямо в ад, в гиену, в тартар. Матфея 25-30. «А негодного раба выбросьте в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Тогда все монастыри стали бы переквалифицироваться на другую ноту, стали бы учить закону Божию, а не своим заповедям человеческим, которых они придумали тысячи и тысячи. Исайя 28-13. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут на взничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Самая большая опасность поджидала людей там, где уже знали что-то о том извращенном, в кавычках, царстве, которое построили иноки и монахи высшей категории. Само по себе монашество, когда человек не связан с семьей, остался один. Это можно и нужно только приветствовать. 1 Коринфянам 7, 32-34. «А я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу, не замужняя заботиться о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботиться о мирском, как угодить мужу». Тогда человек всею своей юностью, силой может послужить делу спасения ближних, как Тимофей, Марк, спутники апостола Павла. Но когда стали по человеческой выдумке принимать обеты молчания и бегство от мира в горы и в норы, жить не по слуху, а по нюху, тогда разверзлась бездонная пропасть, куда рухнули самые деятельные, самые чистые натуры. На совести этого сверхвредного явления монашества, в каком виде мы его видим в житиях и в жизни, что христианство изначально должно было уступить место мусульманству и революциям. Это все на совести монашествующих мертвецов и дихих и диких изуверов. Это я говорю на основании Слова Божия и на основании сравнения «Житей со Словом Божиим, вечным и неизменным, по которому и судимы будем все до единого, и люди, и монахи, неравно ангельского своего жития» Иоанна 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ни одного шага по Слову Божию нет у некоторых так называемых святых. Они яростно противились этим увещаниям Божиим, где, говорится, идти в мир и проповедовать чудную весть о жертве Сына Божия, о его пролитость за наши грехи и крови» Марка 16, 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» 1 Царств 15, 23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя». Монастыри – это бездонная пропасть и ловушки душ. Это гибель миллионов деятельных и исключительно волевых избранников в их начальном пути. Например, можем себе представить такую картину, что если бы апостол Павел вернулся из своего путешествия, а потом бы заперся в Аравию на весь остаток жизни, то можем не сомневаться, что у него хватило бы и мужества поститься не хуже Антония и стоять на камне по-серафимовски, зарыться в нору, как Феодор, Сикиот, выстроить столб и томиться на нем, как Симеон, а потом прибавить, что вся Вселенная стекалась к этому столбу. Но тогда не было бы ни посланий этого проповедника, ни Нового Завета. А вот рассмотрим пример житийный, равноапостольный Кирилл и Мефодий. В скобках. И правильно так бы их назвать, если бы они до конца шли за апостолами. Кавычки открываются. Ничего никому не сказав, он отправился в Золотой Рог и там скрылся в одном монастыре. Долго искали Константина и только через шесть месяцев нашли его. Занять прежнюю должность они не могли уговорить его. 11 мая. Кавычки закрыт. На дело благовестия вызволил их из келий император. Они сами, они пошли. Кавычки открываются. Тогда царь Михаил по совету святейшего патриарха Игнатия, бывшего после святого Мефодия, решил отправить к казарам блаженного Константина, которого призвали с Олимпийской горы. Кавычки закрыт. Апостола Павла Дух Святой легко мог стронуть в путь. А этих братьев нужно было только мирской властью расшевеливать, так как они были уже поражены бациллой монастырского утешения и радости поднимать иноческие труды. Кавычки открываются. Царь Михаил собрал собор, на который был позван философ Константин. Ему царь объявил желание славян. Кавычки закрылись. Голос Божий, Дух Божий еще не облег их силой. И в них не горел огонь любви к человечеству. А они были просто хорошие монахи. Лука 24, 47-49. И проповеданно быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Иеремия 29. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. И их будет оживлять император. Он послал и после того, как братья выполнили наказ царя, отбыли свою апостольскую командировку. Вернулись и тут же снова нырнули в свои горные норки кельи. Кавычки открываются. Мефодий же сделался игуменом Оли Хруниева монастыря, а Константин поселился при церкви святых апостолов. Кавычки закрылись. Что это? Монашество, иноческие подвиги, их бессердевство. Это как поветрие, как неизбывная непогода, наследственная немощь и болезнь самостью. В каждом монахе доверху и до завязки натрамбована самость. Они своею праведностью протестуют против дарового спасения. Они все, до Василия Великого, кто шел в монастыри, противники этой божьей даровой милости. Римлянам 10, 2-4. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 3, 2-4. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И основанием у каждого лежит не места писания, а мысли свои или чужие. Вот ребенок что-то придумал, и из-за этого всю жизнь он будет мучиться в монастыре и других туда, туда же в эту муку тащить. Ибо он думает, что истина безупречная и беспроигрышная только в монастыре, только в иночестве, а еще лучше в схеме. Эти обеты, связывающие человека смертельными узами, не дающими и носа высунуть за стены его монастырька, лишили его своей личности. Их там всех давили непрестанно под самое дикое послушание, покруче любой тоталитарной секты. Каждый настоятель мой мог свой устав писать и потом выкамуривать над подчиненными. Сколько раз встречаешь, что иноки молодые договариваются между собой бежать из монастыря. И сколько таких случаев не описано, ибо это невыгодно было описывать монаху-жизнеописателю. Тут уже так отрихтовано, что редко-редко где промелькнет живое лицо, все на одно, понурое и пониклое до земли. Прочтите житие Феодора Освященного. Это общий стандарт, и он похваляется, одобряется и поныне. Подряд нарушаются и заповеди Божии, и каноны церковные, и совесть чужая. Главное, чтобы он сохранил девство и иноческие обеты. А дальше – море самости. Феодор Освященный. Память 16 мая. Феодор был сын богатых и знатных родителей. На 12-м году от рождения он ежедневно ходил в школу по желанию отца. Он был более всех детей любим матерью за свой ум и благочестие. Однажды в праздник Богоявления его родители приготовили прекрасные кушанье. Поставили разные вины, во всех комнатах разостлали ковры. Юный Феодор, увидав торжественную обстановку дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от одной мысли. Он сказал себе, «Если ты будешь есть эти кушанья, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни». Крайне взволнованный этой мыслью, мальчик уходит в уединенное место, становится на колени, и со слезами молится спасителю. «Я не хочу», говорил он, «этой тленной пищи, которая ведет к гибели, но я желаю тебя единого с теми благами, которые ты назначил верным в другом мире». Он долго со слезами повторял эти слова. В это время мать ищет его по всему дому. Ожидали Феодора к столу, и никто не начинал есть. Найдя его, и заметивши на лице его слезы, мать с нежной любовью говорит ему, «Ты плакал, сын мой, где ты был? Мы тебя искали». Феодор ответил, что с ним ничего не случилось. Мать зовет его обедать, прибавляя, что если он не станет есть, то и никто не сядет за стол. Феодор решительно отказался от вкушения праздничной пищи. Он еще некоторое время жил в доме родителей, предаваясь посту, молитве и плачу. От этих слез у юного Феодора даже заболели глаза. Он в это время продолжал ходить в школу. Но вот приходит конец этого года. Недалеко от селения, где жили родители Феодора, был один монастырь. Здесь каждый брат жил отдельно от других в своей келье. Феодор явился сюда и стал жить отшельником. Пахоми в глубине души радовался этим слезам юноши. Поощрял его стремление к приобретению истинного видения. При встречах он не раз говорил Феодору «Старайся приобрести истинное видение». Однажды ночью он призвал Феодора, когда ярко осветила луна. От этого чудного неба с его светилами обращая мысль юноши к невидимому творцу всяческих. А в апохоме сказал Феодору «Бойся Его во все дни жизни твоей. Знай, что именно Он сотворил нас со всеми творениями и что мы в Его руке. Когда ты будешь иметь страх Божий и думать, что Бог видит тебя в каждое мгновение, смотри и не согрешай против Него, и таким образом тебе будет послана от Него верная помощь. Воздавай Ему славу каждый день». Обильные слезы подтверждали искренность их беседы. Молитвы Иоанне закончили обмен мыслей о Боге и об угождении Ему. Иоанн, психоид, память 26 мая. «Святой отец наш Иоанн с юных лет, возлюбив Христа, по характеру своему стал подобен святым пророкам Илии и Иоанну. Оставив мир, он отправился в психоидскую лавру». Ануфрий Великий, память 12 июня. «Во дни своего детства я, как новоначальный, был наставляем там святыми отцами усердной вере и любви к Господу». А также поучался и уставам иноческого жития. Я слышал, как они беседовали о святом пророке Божием Илии. И именно, что он, укрепляемый Богом, жил, постясь в пустыне, слышал также и о святом предтече Господне Иоанне, которому не был подобен никогда ни один человек, а относительно его жизни в пустыне до дня явления своего Израилю. Слышав все это, я спросил святых отцов, «Что же, значит, те, кто подвязаются в пустыне, больше вас в очах Божиих?» Они же отвечали мне, «Да, очада, они больше нас». Ибо мы видим ежедневно друг друга, совершаем соборно-церковное пение с радостью. Если захотим есть, то имеем уже готовый хлеб. Точно так же, если захотим пить, имеем готовую воду. Если случится кому-либо из нас заболеть, то таковы получают утешение от братьев. Ибо мы живем сообща, друг другу помогаем и служим ради любви Божией. Живущие же в пустыне лишены всего этого. Если с кем-либо из пустынной жителей случится какая-либо неприятность, кто его утешит? В болезни кто ему поможет и послужит? Если на него нападет сила сатанинская, где он найдет человека, который ободрит его ум и преподаст ему наставление, так как он один? Если не будет у него пищи, где он достанет ее без труда? Точно так же, если и возжаждет, то не найдет воды поблизости. Там, чадо, несравненно больший труд, нежели у нас, живущих сообща. Предпринимающий пустынную жизнь начинает служить Богу с большим усердием, налагает на себя более строгий пост, подвергает себя голоду, жажде, зною и полуденному, великодушно претерпевает холод ночной, крепко сопротивляется козням, наносимым невидимым врагом, всячески старается победить его, с усердием старается пройти тесный и прискорбный путь, ведущий в Царствие Небесное. По этой причине Бог посылает к ним святых ангелов, которые приносят им пищу, изводят воду из камня и укрепляют их настолько, что относительно них сбываются слова пророка Исаии, говорящего. Исаия 40, 31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если же кто из них и не сподобляется лицезрения ангельского, то во всяком случае не лишается невидимого присутствия ангелов Божьих, которые охраняют такового. Анин, память 18 марта. Когда преподобному исполнилось 15 лет, родители его умерли. Вскоре после этого святой решил оставить суетное мирское житие, для чего и поселился в одном из монастырей, где принял пострижение в монашество. Ревнуя о безмолвном подвижническом житии, святой Анин вскоре оставил монастырь и ушел в одну далекую пустыню. Сергий Радонежский, память 25 сентября. Зная, что воздержанием лучше всего побеждаются страсти, юный утрак наложил на себя строгий пост. По средам и пятницам он ничего не вкушал, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Так возненавидел он свою плоть, чтобы спасти свою душу. Варфоломей, коему было тогда около 15 лет от роду, также последовал за своими родителями в Радонеж. Братья его к тому времени уже женились. Когда юноше исполнилось 20 лет, он стал просить своих родителей, чтобы они благословили его постричься в иноке. Уже давно стремился он посвятить себя Господу. Хотя родители его и ставили выше всего иноческую жизнь, однако просили сына подождать некоторое время. Чадо, говорили они ему, ты знаешь, что мы стары, уже недалек конец жизни нашей, и нет, кроме тебя, никого, кто бы послужил нам на старости. Потерпи еще немного времени, предай нас погребением, и тогда уже никто не возбранит тебе исполнить свое заветное желание. Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновался воле своих родителей и усердно старался успокоить их старость, чтобы заслужить их молитвы и благословения. Задолго до кончины Кирилл и Мария приняли иночество в Покровском Ходьковом монастыре, отстоявшем верстах в трех от Радонежа. Сюда также пришел овдовевший около того времени старший брат Варфоломея Стефан и вступил в число иноков. Немного спустя родители святого юноши, один вскоре после другого, с миром приставились ко Господу и были погребены всем монастыре. Солнце скрылось, дымятся долины, медленно сходят к ночлегу стада, чуть шевелятся лесные вершины, чуть шевелится вода, ветер приносит прохладу ночную, тихою славой горят небеса. Братья, оставим работу динную, в песне сольем голоса. Ночь на востоке с вечерней звездою, тихо сияет струей золотою западный край. Господи, путь наш меж камни и терней, путь наш во мраке, ты, свет не вечерний, нас осияй. В мгле полуночной, в полуденном зное, скорби и радости, в сладком покое, в тяжкой борьбе. Всюду сияние солнца святого, Божия мудрость и сила, и слово, слава тебе! А.С. Хомяков, 1853 год.